Здесь необходимо начать с теоретической основы. Все зависит и все состоит из пяти элементов. Здесь мы используем различные тренажеры. Недостаточно быть просто сильным. Поднимается на третий этаж дома, и у него уже появляется отдышка, у него нет выносливости. Если один раз в день выполнять данное упражнение, внешнего космоса, внутреннего космоса, на один день проживешь дольше. В здоровом теле здоровый дух. Какая у меня цель в жизни должна быть? Она абсолютно одинаковая у всех. От нирмонакая к самкуракая. В чем смысл любого живого существа? Наше истинное состояние. У меня ушло лишних 40 килограммов. Это если коротко. Саша, расскажи, в чем суть метода йоги пяти элементов. Здесь необходимо начать с теоретической основы данной методики. Во многих культурах, во многих традициях считается, что все время, все пространство, в том числе и строение тела человека, строение тонкого энергетического тела человека, особенности ума, все зависит и все состоит из пяти элементов. Есть внешние пять элементов, это окружающие нас объекты. И внутренние пять элементов, которые присутствуют внутри нашего тела, внутри нашего сознания. И задача йоги пяти элементов заключается в том, чтобы гармонизировать взаимоотношения пяти элементов между собой. Необходимо отделить чистую часть элементов от мутной части элементов. То есть окружающее пространство мы воспринимаем в силу своих кармических отпечатков неправильно, можно так сказать. И видим материальные объекты, они являются мутной частью пяти элементов. И вот с помощью упражнений мы очищаем свои внутренние пять элементов, выводим мутную часть пяти элементов и наполняемся чистой частью пяти элементов. Поэтому все упражнения распределены по пяти разновидностям. Первое, это когда мы очищаем внутренний элемент земля с помощью упражнений. Отделяем чистую часть от мутной части, выводим из организма мутную часть элемента земля и наполняемся силой чистой части элемента земля. Это упражнения, которые выполняются в статическом напряжении. Здесь мы используем различные тренажеры, как то палка, пояс, вертикальная поверхность, горизонтальная поверхность. Используют камни, используют деревья. То есть окружающие предметы могут использоваться в качестве тренажеров. И главная идея упражнений на стадии элемента земля, это накопление силы, которую мы получаем во время выполнения упражнений в состоянии статики. Часто это выполняется на задержке дыхания. Так мы работаем с элементом земля, так чтобы у нас и в организме, и в уме присутствовало состояние силы, за которую отвечает элемент земля. Дальше у нас элемент вода. Вода, она гибкая, текучая. Поэтому упражнения, направленные на развитие гибкости, они относятся к элементу вода. Недостаточно быть просто сильным, как ходить в тренажерный зал, и быть просто сильным. Необходимо для здоровья тела и, соответственно, для здоровья ума еще и наличие гибкости. Гибкости и тела, и гибкости ума. И эту гибкость нам дает как раз элемент вода, с которым мы работаем в упражнениях, направленных на развитие гибкости. Можно сравнить это с упражнениями из хатха-йоги, которые дают очень хорошую гибкость организму. Дальше мы переходим к элементу огонь. Упражнения по типу элемента огонь, они дают нам выносливость. Человек может быть сильным, гибким, но поднимается на третий этаж дома, и у него уже появляется отдышка, у него нет выносливости. Поэтому рекомендуется выполнять упражнения для очищения и усиления элемента огонь внутри организма. Это динамические упражнения, силовые динамические упражнения. Тоже часто они выполняются на задержке дыхания, потому что таким образом прогрессирование в освоении упражнений происходит намного быстрее, если мы еще используем дыхание. Дальше, получив выносливость, мы переходим к следующей стадии, стадии элемента ветер. Ветер – это главная функция ветра очищения, в данном случае дыхательные упражнения, всевозможные дыхательные практики с визуализацией, с очищением каналов, с помощью ветров, так называемой праны. То, что в индийской традиции называется тибетская версия лунг или ветра. Итак, на стадии ветра мы выполняем упражнения, связанные с дыханием. Опять же, для того, чтобы ускорить очищение организма от тех шваков, от тех кармических омраченностей, которые мы накопили. И дальше раздел пространства, раздел элемента пространства в йоге пяти элементов – это философия, это воззрение относительно устройства внешнего космоса, внутреннего космоса. Это знание о взаимодействии пяти первоэлементов между собой, это знание астрологии, когда, в какие дни упражнения будут наиболее эффективными. Так как в йоге пяти элементов все перечисленные разновидности упражнений привязываются к календарю и привязаны к астрологическим циклам. Таким образом, мы тоже достигаем максимально быстрого прогресса в освоении необходимых нам упражнений. То есть, мы делаем упражнения с учетом астрологических показателей, как календаря в целом, так и индивидуально отдельно взятого человека. Потому что у одного человека будут проблемы с элементом земля, тогда ему трудно даются некоторые упражнения, некоторые позиции. У другого будет дисбаланс проблемы с элементом огонь, тогда он не будет выносливым. Итак, для каждого в отдельности с помощью астрологии мы определяем, с каким элементом ему рекомендуется больше всего работать, чему больше всего уделять внимание. Это все мы узнаем из раздела пространства. Плюс, если в физическую сторону убрать, то упражнения на баланс, на возвращение жизненных сил, на продление жизни. Упражнения, направленные на продление жизни, это отдельный блок упражнений, которые продлевают нашу жизнь. Они также относятся к элементу пространства. Как, например, так называемое упражнение Амрита, которое состоит из пяти стадий, из пяти частей. Достаточно сложное с физиологической точки зрения упражнение. Суть его заключается в том, так скажем, просто о достоинствах этого упражнения, чтобы без деталей, без конкретики. Это если один раз в день выполнять данное упражнение, утром, сразу после пробуждения, то это прибавляет один день жизни к сроку жизни человека. Выполнил один раз в день утром это упражнение, и на один день проживешь дольше. То есть в разделе пространства мы имеем те упражнения, которые начинают отматывать время вспять и увеличивать продолжительность жизни. Итак, мы знания взаимоотношений наших с пятью элементами используем не только во время выполнения упражнений, но применяем эти знания в обычной жизни. В каком направлении нашей жизни нам не хватает вот этого элемента, где-то у нас на работе не хватает элемента земля, не хватает стабильности, где-то во взаимоотношениях семейных нам не хватает огня, выносливости. Итак, упражнения нормализуют наши пять элементов, и это вызывает цепную реакцию, что внешние пять элементов, то есть события в нашей жизни, которые также распределяются по пяти элементам, начинают нормализовываться. Это если коротко реализовать, какая у меня цель в жизни должна быть? Она абсолютно одинаковая у всех. У всех только одна цель жизни. Только одна. Какая? Хорошо, убираем религию, убираем духовный рост. Мы не говорим про религию, мы не говорим про духовное развитие. В чем смысл любого живого существа? Совершенствоваться? Нет. Собака не хочет совершенствоваться. Но она хочет то же самое, что и хочет человек. Что она хочет? Правильно. Счастье. Все хотят быть счастливыми. Есть знаменитая фраза. В здоровом теле здоровый дух. И насколько важно людям, которые занимаются духовными практиками, которые ищут чего-то, занимаются саморазвитием, насколько важно заниматься телом? Да. Прекрасный вопрос. Мало кто обращает на это внимание. В тантрической традиции Тибета есть такое выражение. От нирманакай к самхогакай, от самхогакай к тхармакай. Нирманакай имеется в виду материальное тело. В данном случае, в данном контексте, имеется в виду материальное тело. Наше физическое тело. Если в нашем физическом теле отсутствуют какие-то серьезные заболевания, если наше физическое тело здорово, мы его хорошо контролируем, мы себя чувствуем физически хорошо, тогда у нас, только тогда появляется возможность начать управлять своим тонким телом, то есть самхогакай. Это ветра, каналы и тиглы в тибетской традиции. То есть наше энергетическое тонкое тело, которое подобно дереву. Только тогда у нас появляется возможность питать это дерево нашего тонкого тела, так, чтобы оно процветало и давало положительные плоды. Так, чтобы ветви этого дерева не засыхали, корни оставались в хорошем состоянии, чтобы ветви были гибкие. И так, получив здоровое физическое тело, только тогда мы можем управлять нашим тонким телом, самхогакай. И только после того, как мы научились управлять ветрами, каналами и тиглы внутри нашего тонкого энергетического тела, у нас появляется возможность обнаружить тхармакаю, то есть свою изначальную мудрость, свою изначальную природу, наше истинное состояние. И вот, если коротко, получив контроль над своим материальным телом, у нас появляется возможность контролировать свое тонкое энергетическое тело, ветра, тиглы и канавы. И только после этого у нас появляется возможность контролировать свой ум. Во время практики нам становится легче обнаруживать свою истинную природу, свою изначальную мудрость. И так мы ускоряем свою реализацию, состояние просветления, становления Будды. Одно зависит от другого, одно опирается на другое. Очень трудно заниматься медитативными практиками, если у нас в теле присутствуют какие-то болезни, в тонком теле ветра функционируют неправильно, очень трудно обнаруживать свою истинную природу, очень трудно заниматься медитацией, если есть проблемы с физическим телом или с тонким телом. Есть такой вопрос еще, многие задают, почему тогда болеют учителя? Неужели они не могут контролировать свое тело и жить дольше, и не болеть? Учителя — это исключение из правил, поэтому они и являются учителями. У нас обычных смертных нельзя приравнивать к учителям высокого уровня, потому что у них свои кармические задачи, и они часто жертвуют чем-то ради того, чтобы как можно больше передать знаний. Может быть, иногда экономят время, экономят силы для того, чтобы как можно больше передать знаний по теории и по практике. Александр, я тебя в последний раз видела лет 15 назад, когда ты работал переводчиком у тибетских лам. И то, что я вижу сейчас, твою форму, я бы тебя никогда бы не узнала, потому что ты сейчас выглядишь как атлет. Что произошло? Как ты пришел к такой жизни? Есть такое правило. Когда мы занимаемся практикой, то мы можем использовать все, что способствует развитию нашей практики. И на определенном этапе жизни я использовал одни методы, которые мне помогали в развитии моей практики, моего медитативного состояния, в развитии моего воззрения. Но со временем я заметил, что эти методы перестали мне помогать и даже начали создавать некие препятствия. Тело не давало возможности развивать свою практику дальше. Я начал пробовать различные методики, так, чтобы восстановить то состояние организма, которое способствовало бы развитию моей личной практики. Перепробовал очень много вариантов. Да, был результат. Чаще всего он был временный, всегда был откат назад. Тогда я решил заняться йогой пяти элементов. И за достаточно короткий период времени, ну, чтобы не соврать, это примерно в течение года, в течение года, полутора лет. Уже сейчас не помню, как быстро у меня это произошло. Но я решил вопросы со здоровьем своего тела. У меня ушло лишних 40 килограммов. Там немножко больше, но 40 красивая цифра, поэтому я на ней останавливаюсь. Как бы убрал лишние 40 килограммов и увидел значительное улучшение в своей практике и в состоянии сознания. Тогда я захотел идти дальше и еще больше, еще более профессионально, так скажем, заниматься йогой пяти элементов. Почему для меня это интересно? Потому что это способствует развитию моей практики. Если бы это не способствовало развитию моей практики, я бы этим не занимался. Я бы выбрал какую-то другую методику. Но в моем случае сработала йога пяти элементов.